Еще раз доброе утро, Валерия, спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Давайте начнем с ваших действительно сегодняшних ощущений. Что вас озадачивает на данный момент больше всего? Вас как человека, который уже 13-й год развивает, успешно развивает услуговый бизнес у нас в России. Дело в том, что каждый год бизнес был разный, да, и развивается экономическая составляющая и страны, и бизнеса, и разные этапы. Но обычно я могла просчитать, что будет происходить в краткосрочный период, среднесрочный, долгосрочный, ну, за исключением каких-то форс-мажоров типа, там, кризиса, да. В данной ситуации просчитывать очень сложно, да, озадачивает то, что с одной стороны вопросы кризиса еще не закрыты, да, то ли он закончился, то ли он приостановился, то ли он теперь всегда такой будет. И будет медленно и печально, знаешь, в ту или в другую сторону ползти. Вот. А кроме того, последствия того, что произошло, в общем, всем структурам очень кушать хочется, да, у всех упали доходы и уменьшились возможности. А аппетиты не уменьшились, как у всех остальных, да? Ну, в общем, да, аппетиты не уменьшились, а возможности уменьшились, да, там. Хочется изыскать новые, да? Ну, да. И вот, знаете, я вообще думала, что я вполне творческий человек и придумываю разные способы для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы придумывать что-то новое. Оказалось, нет, я далеко не самый творческий человек. Некоторые российские структуры гораздо более творческие, да? Ну, да, да, да. В общем, они умеют удивлять, неожиданно придумывать какие-то для них интересные ходы, в общем, которые сильно озадачивают, там, я не знаю, во время собрания в офисе. Когда вдруг слышишь мужские голоса и слышишь, к вам пришли, вот, весь офис теперь вздрагивает при словах, к вам пришли, значит, вот. И вот это, конечно, сильно озадачивает, потому что это вне правилов времени приходится знакомиться вот сейчас с новыми реальностями, мне приходится знакомиться с тем, что бывает, когда, я не знаю, происходит изменение законодательства задним числом вдруг, здравствуйте, ой, как это? А вот мы подумали, что было бы лучше, подождите, мы же уже вот это, это время мы уже прожили, да, эту еду мы уже съели, да, не, никого не интересует. Вот в этом смысле, конечно, сейчас сложнее, очень надеюсь, что какая-то упорядоченность наступит, в общем, любая предсказуемость меня бы, в общем, устроила больше, нежели вот такое состояние. Хотя бы хоть какая-то похожесть на предсказуемость, да? Ну, да. А это реалия российского бизнеса или это реалия услугового российского бизнеса на данный момент? Нет, это реалия российского бизнеса, безусловно. Я много общаюсь со своими клиентами, я много общаюсь со своими коллегами, партнерами, друзьями и так далее. Это касается, безусловно, не только услугового бизнеса, вот однозначно. Как вы справляетесь с этим? Неплохо Я надеюсь, что неплохо Ну, как справляюсь Знаете, когда Я первый раз столкнулась С ситуацией такой непредсказуемости И ужасно обидной Такой для меня ситуации Потому что, ну, подождите Мы нормальные люди Мы занимаемся Социально важным бизнесом У нас Вроде бы бизнес, который надо поддерживать Холить, леять, вообще жалеть нас Любить, потому что мы такие умные Такие хорошие Такие важные задачки решаем Ну или уж, по крайней мере, не мешать Как самый-самый минимум Ну, как минимум, да, не мешать И когда я первый раз с этим столкнулась Я думала, у меня будет инфаркт просто А все мои партнеры Коллеги, это было там первый раз Два, наверное, назад или три Скажу, ты что, первый раз с этим столкнулась Счастливая Да не может быть Это ж смешно Ты что? Потом привыкнешь Как я справляюсь? Привыкаю потихонечку Не могу сказать, что совсем привыкну Ну, привыкаю Изучаю правила игры Ну, как любая новая задачка Да, надо освоиться в среде Надо понять правила игры Надо понять роли Вот Ну, если они не в динамике все время Да-да-да Я вот, кажется, хотела спросить А вообще это возможно? Правила игры существуют? Или эти правила, они действительно в динамике? А это означает, что правил как таковых нет? То есть ты в любой момент можешь Что называется, попасть Даже не просто в какую-то ситуацию А просто попасть Знаете, оба верно Да, и то, и другое верно Да, попасть можешь Правила игры, думаю, есть Да, не могу сказать, что я в них освоилась Абсолютно однозначно Но, тем не менее В общем, они, конечно же, существуют Ну, и потом, знаете Давайте не будем так уж страшно сгущать Да, вы меня спросили Что там сложно Да, вот что вызывает Озадаченность Но это не то, чем нужно заниматься каждый день Это не то, что мешает жить Это не то, что ощущается каждый день Это просто такое Это то, что держит в тонусе, скажем так Да-да-да-да Это такой фон такой, знаете Флер такой Вот он присутствует всегда А так можно месяцами об этом не вспоминать Потом, правда, приходится А как вы относитесь к некоторым бизнесменам Которые, вот то, что мы с вами сейчас описали Вот эти правила игры Или, точнее, их отсутствие Особенно в последние 2-3 года Воспринимают просто как российскую погоду Ну, вот, не знаю Например, в Германии Слишком развита бюрократия В некоторых позициях А у нас вот так И это нужно воспринимать просто как погода Не нужно с этим бороться Не нужно жаловаться Не нужно возмущаться Это так И это будет так всегда Это наша такая вот российская особенность Ну, понимаете, в чем дело Даже Дон Кихот, в общем, герой не российской литературы Да, там Робин Гуд, в общем, тоже не из России Да, поэтому как-то я так вот Даже сходу не могу вспомнить Прецеденты другого отношения Других Вы видите другие варианты? Я не вижу Да, вот Мне очень хотелось бы их увидеть Ну, хоть где-нибудь Ну, хотя бы так, знаете, потенциально Хотя бы в глазах Ну, нет Помните студенческую старую песенку, да? Он знал, что вертится земля Но у него была семья Хорошо, вот в таких ситуациях Вас, как бизнесмена Как человека Как личность Как женщина Поддерживает кто в первую очередь? Безусловно, муж Безусловно, муж Он вместе с вами в бизнесе Или у него какие-то другие занятия? У него есть свои занятия И он в том числе Вместе со мной в бизнесе Вот с самого начала И сейчас Безусловно, коллеги Да, мои сотрудники Надо вам сказать, что Я снимаю шляпу просто То есть я Пару раз после В общем, каких-то сложных моментов Которые мы с ними проходили И там На последнем дне рождения компании Я сказала, что Я горда, что мне делает честь То, что я имею В общем Возможность с ними работать Да Вот у меня Потрясающие девчонки работают И какие-то Очень Очень поддерживающие И очень Мои Очень нормальные Такие, знаете Взрослые, умные Хорошие люди Да Вот Родители поддерживают Дети поддерживают Старший сын у меня уже большой В общем Тьфу-тьфу-тьфу На что я не могу Пожалуйста Так это В общем На недостаток поддержки Практически идеальная картина В хорошем смысле этого слова Да Без всякой иронии Да А на что вы опираетесь Внутри себя? Знаете, я не так давно Разговаривала Со своим клиентом Который там За многие годы Стал Надеюсь Моим другом Да У него вполне Успешный бизнес Достаточно крупный ФМСИДЖ Не услуговая Товаропроизводящий И что-то мы с ним сидели Пили кофе Он говорит Знаешь Говорит В чем нам с тобой повезло Почему вот у нас У обоих Успешные бизнесы Я говорю В чем Он говорит Знаешь Мы с тобой всегда знали Что Отступать некуда Позади Москва Нам никто Никогда не мог Оказать Такую поддержку Чтобы мы не могли Могли не барахтаться Сами Да У нас никогда с тобой Никого не было за спиной Мы Прекрасно понимали Что если мы это не сделаем Да То это не сделается То есть Ну это не конец географии Никто не умрет Ничего не случится Но этого не будет Будет что-то другое Вот этого не будет Да И вы знаете Вот Собственно Так наверное я выросла Да И так продолжаю расти И жить И в общем Что поддерживает Ну если я это не сделаю Этого не будет Будет что-то другое Да Но мне же хочется это Вот поэтому придется сделать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому